Мой сегодняшний гость может являться ролевой моделью для поколения прагматиков, потому что он умеет добиваться своего. Во всяком случае, мне так кажется. Об этом мы поговорим с Прохором Шаляпином. Привет. Добрый вечер. Добрый вечер. Еще раз добрый вечер. Я, поскольку готовился к эфиру, посмотрел ваш официальный сайт, понимаю, что загары это из Вьетнама неделю назад вернулись. Это ведь не гастрольная была поездка? Нет, не гастрольная, просто для души. Для души? Я думал, что это медовый месяц, нет? Ну, отчасти и медовый месяц, и просто наслаждение жизнью на земле. Это первый раз поездка в Юго-Восточную Азию у вас была? Нет, я был еще в 2004-2005 году, и, в общем-то, я так поездил. Есть с чем сравнивать. Есть любимые места? Ну, на самом деле, я считаю, что в конце жизни только можно сказать об этом. А, вот так вот. Хорошо. А есть любимые животные? Ну, животных я очень люблю. В основном, вот с недавних пор стал кошек любить. У меня мама завела котенка. Вот как это прям правильно, по формату. Вот, и, в общем-то, присылает мне маленькие видео. Это меня действительно успокаивает, нервы успокаивает прям. У нас просто есть такая традиция, мы кошек и котов пристраиваем бездомных. Вот это Крокс, такой вот красавец. Человек, смотрите, у него лицо как у человека. Он очень такой вот с характером, но красавец. Кстати, о красоте. Вот помню какое-то интервью с вами видел, где ведущий сказал, что вам надо было на самом деле просто не жениться, а выходить замуж за Иосиф Пригожина. И там прозвучало, что Пригожин не очень, как бы, ну, импозантный мужчина. Красота, это важно в шоу-бизнесе? Конечно. Только для... Потому что красота, она важна, но она не всегда дается человеку в подарок. Она иногда дается в наказание. Да? Ну, а в вашем случае? Ну, я не знаю, как бы, что бы со мной было в этой жизни, если бы я был страшненьким, но я не могу сказать, что я очень красивый. Я просто, мне кажется, в меру... Ну, вы не должны это говорить, это говорят ваши поклонницы и поклонники. Да, ну, в меру всего. У меня очень много комплексов все же. Так. Я считаю, что... Ой, я люблю про комплексы, расскажите. Ну, свои комплексы, о них лучше не рассказывать, с ними надо бороться. Хорошо. Хорошо. Тогда вернемся к кошкам. Значит, вашей маме подарили? Да. Завели котенка Тихона, и она присылает мне видеоролики, где вот он то спит, то мурлычет. Это такое умиление, это просто маленький ребенок. Я удивляюсь, как вот наши братья меньшие, да? Какие они искренние, чистые, сколько в них тепла, любви. Угу. То есть это так вообще обычно говорят люди, ну, по своим гостям, я могу сказать, у которых с людьми не очень с другими складывается. То есть вот люди, которые любят животных, они людей не очень. Ну, у нас творческие люди мы все. У нас у всех, я бы сказал, у творческих людей с людьми не очень хорошо складывается. Потому что мы умеем работать, ну, не то, что умеем работать, мы с эмоциями работаем. Так. И иногда видим то, что другим не видно. Например? Конечно, иногда и придумываем. Ага. И верим в это. Ага. Я тоже, наверное, из этой части людей. А вы с кем-нибудь из цеха дружите? Ну, в приятельских отношениях со многими. Ну, с Настей Стоцкой в хороших отношениях дружеских, с Леной Терлеевой, с певицей. Замечательный творческий человек. Ну, еще много неизвестных артистов, которых сейчас я скажу. Ну, давайте их пропиарим, они станут сразу известны. Да, ну, просто очень много талантливых людей, которые, к сожалению, не имеют известности, которые они достойны были бы иметь. А я где-то считал, что вы начинали вместе с Димой Биланом. Ну, дело в том, что с Димой Биланом мы начинали. Начинали, ну, не то, что начинали, но мы пересеклись наши немножко пути. Но я могу сказать, что мне не хочется об этом говорить, потому что я нереализованный артист. Может быть, мне было бы легко об этом говорить, если бы я был реализованным артистом. Но я нереализованный артист, поэтому мне не хочется об этом говорить, потому что все, что я буду говорить, будет выглядеть как какая-то зависть или какие-то эмоции. а я не хочу тратить свою жизнь, энергию на то, чтобы распылять себя на ненужные какие-то речи. Просто хочется донести зрителю, что во мне есть такое творческое начало, что-то бьется такое, что должно выйти наружу, и мое время просто еще не пришло. А когда придет, придет ваше время? Оно, может, вообще никогда не придет. Но я надеюсь, что оно придет, потому что не просто же так меня Бог послал на землю и привел в Москву. Я в 15 лет же переехал в Москву, поэтому... Но иногда кому-то дается легко, полегче, кому-то тяжелый путь, но я ко всему отношусь философски. Я считаю, что мы все пришли в этот мир, чтобы что-то понять и перейти в следующий мир. С Биланом, на самом деле, я когда узнал, что в начале... Я вам могу сказать, что я совершенно никогда не чувствовал его своим конкурентом, или же... Просто я уважаю трудолюбие его. Я считаю, что... Ну, просто я философски ко всему. Есть внешний мир, есть внутренний мир. Люди успешные, на первый взгляд, богатые, знаменитые, улыбающиеся. Это всего лишь внешняя оболочка, то, что человек другой видит через экран или просто со стороны. А то, что происходит внутри, ведь никому неизвестно это. Я вам могу сказать, что большинство творческих людей, и реализованных, и нереализованных, глубоко несчастные люди. Так заведено почему-то. Я иногда смотрю интервью взрослых артистов, сформированных, сложившихся, реализованных. А взрослых это с какого возраста начинается? Ну, я имею в виду даже не столько взрослых, не к возрасту, а реализация их. Недавно смотрю «Лаймы в Айкуле», да? То есть было любопытно, что она скажет. Да, это шоковская девушка, да. И я был шокирован. Мне казалось, что вот там, как бы, на той стороне пути, как-то все попроще, полегче. Что там какая-то уже есть эйфория, легкость, а там что-то так много проблем. И внутренних переживаний, и внутренних каких-то... То есть я когда смотрю творческих людей, я раньше как-то там цеплялся, там, ну, что-то там раздражало меня. Потом я понял, что все, мое раздражение, негатив — это слабость. С этим надо бороться. То есть надо учиться внимать и менять что-то в себе. Начинать надо только с себя работать над собой. Так может быть, на самом деле, вообще людям свойственна какая-то рефлексия? Вообще все несчастные, а не только творческие люди? Нет, есть очень много счастливых людей. И вам могу сказать, что я выявил такую формулу, что пусть на меня никто не обижается, но чем примитивнее человек, тем он счастливее. Он как бы живет в каком-то своем мире примитиво. Это, на мой взгляд, примитив. Такой абсолютно вывод делается, что поскольку вы очень несчастны, то вы совсем-совсем не примитивный человек. Нет, я не очень несчастный. Все мое несчастье состоит в том, что я не реализован творчески. Я как-то не умею использовать людей. Вы не умеете использовать людей? Да, не умею. В основном вокруг меня очень много влиятельных персон, которые могли бы изменить мою творческую жизнь в лучшую сторону. Но я не умею пользоваться этим. А нам, творческим людям, тяжело. Ну как, смотрите, ведь тот же упомянутый у нас в начале разговора Иосиф Пригожин в свое время, я насколько понимаю, вам помог. Иосиф Пригожин вселил в меня веру в свое время с Виктором Дробышем. Я очень благодарен. У нас с Иосифом был недавно небольшой конфликт, но я могу сказать, что... С того эфира, когда прозвучало, что не очень красиво, и когда вы насчет Валерии прошли, что она вышла за Пригожину не просто так, это после этого, да? Нет, я вообще как бы стараюсь сейчас с возрастом не комментировать личную жизнь других людей, потому что никогда не знаешь, что там на самом деле в огороде, в чужом. Вашу личную жизнь очень сильно комментирует. Как они платят перед Богом, перед самими собой за всю вот эту красоту в экране. Поэтому я никогда не... То есть я знаю, как это все чуть-чуть уже с этой стороны, поэтому... Ну я просто могу сказать, что это творческие люди все, и Иосиф тоже творческий. Я ему отчасти... Он мне ничем не помог. Как он вам подсказал взять псевдоним Шаляпина. Я так понимаю, что это его идея-то была. Нет? Ну не то, что его идея, но отчасти там просто мы консилиум собрали, Виктор Дробыш, Иосиф Пригожин. Нет, эти люди отошли в сторону в моей жизни, как бы. И ничего, по большому счету, для меня Иосиф Пригожин не сделал. Виктор Дробыш сделал то, что он взял меня на фабрику, поверил, протолкнул. Как бы действительно я ему очень за это благодарен. Но... В общем-то все. Хорошо. А вот Шаляпин, ну там... Это понятная совершенно история. Кстати, меня, в отличие от многих там ваших оппонентов, это совершенно там не удивляет, потому что у нас есть пример американки итальянского происхождения, которую вообще себя Мадонной назвала, и, в общем, ей не помешало никак сделать карьеру. Я вам могу сказать, открыть небольшую тайну, что мне не помогло это особо. Ну как это... То есть фамилия Шаляпин, кроме скандальных... У нас же общество какое? У нас же не умеют относиться с юмором. У нас не любят радоваться. Это не смешно, кстати. У нас не любят радоваться, у нас не любят с юмором, с легкостью. Вы поймите, что вся вот эта тяжесть и негатив, который выливает человек, смотря на другого человека, это только его самого разрушает. Понимаете? Я уже давно не реагирую на оскорбление в свой адрес, я не реагирую на грязь, которую пишут вокруг, там, в комментариях, во всяком случае. То, что пишут журналисты, большое спасибо. Пишите больше, я только счастлив открывать журнал, там, какой-то популярный, да, и видеть себя. Хорошо. А если бы у вас была возможность не только выбрать себе имя, как вы сделали, а выбрать себе страну, то какую бы выбрали, чтобы начинать там творчество? Нет, я Россию ни на что бы не променял, потому что я просто... Мне кажется, все-таки есть другие страны, с которых можно просто брать пример. В каких-то... В развитости брать пример. Вот. И я недавно понял, что вот все там кричат, там, ну, очень много людей с разными мнениями, там, вот, там, для кого-то национальность, для кого-то религия имеет отношение. Там, начинают люди спорить на какие-то такие темы, которые, я говорю, если все будут образованные и культурные, не будет вообще никогда споров. Ведь все, наше бедствие в стране от безграмотности, от хамства вот этого невоспитности. Это единственная беда в нашей стране, мне кажется. Надо работать над тем, чтобы все люди были культурными, тогда никто не будет возникать вопросов таких друг к другу. Ну, так вот, возвращаясь к информационной... То есть, да, ведь людям говорят с экранов, ешьте хорошую пищу, ешьте вот здесь вот зеленые стрички, там, да, проросшую пшеничку ешьте, кефирчик пейте, у вас пищеварение будет, витаминки, все, вы будете жить дольше. Нет, у нас стоят за гамбургерами, колбаса химическая, каждый день рассказывают, что это есть нельзя, это все отрава, химия. То же самое с информацией. Люди не хотят получать хорошую информацию. Им рассказываешь, дорогие друзья, я, Прохор Шаляпин, спел народную песню, там, фольклорную, там, написал на сайте, снял клип за миллион рублей на дубинушку. Никому не надо, понимаете? Всех интересует, сколько же денег я получаю со своей взрослой невесты? За деньги это или не за деньги? Да какая вам разница? По большому счету, да? Разница есть, потому что, во-первых, существует масса достаточно интересных исследований, которые ставят знак равенства между любовью и деньгами, что это, на самом деле, очень связанная вещь. Вот, и что вот почему, допустим, любят подарки? Потому что это материальное, как бы, выражение отношений. И потом эти темы интересуют вообще всегда любого зрителя и слушателя. Кто сколько зарабатывает, кто с кем спит, это нормально. Как только человек выходит на арену, на трибуну, на подмостки и себя показывает, он говорит, вот я, там, Прохор Шаляпин, я пою, я танцую, я снимаюсь, неважно. Вот я есть кефирчик и полезный продукт, потребляйте меня. Сразу после этого есть желание взять и прочитать, что там на коробочке написано этого полезного продукта, из чего он состоит. Ну да, так вот мы поэтому в этот кефирчик и добавили всякой химии, консервантов и так далее. То, чего хотят люди. Поэтому я точно понял свое место. Я артист. Мы все артисты от мала до велика шуты. Мы развлекаем народ. Чем ярче это получается, тем успешнее, так или иначе, парадоксально или нет, это звучит. Потому что у меня очень много талантливейших артистов, которые поют прекрасные песни. Все у них так слажено, но они никому не нужны. Они сидят дома, без работы совершенно. Ну вот кто? Это парадокс. Я не хочу никого обижать. Эти люди думают, что... Нет, скажу, вы обидите, вы их назовете талантливые, тем самым обидите. Нет, я не хочу. Некоторые считают, что они известны, но их никто не знает. И я просто, у меня сердце кровью обливается, реально. То есть из этого могу ли я сделать вывод, что те, кто точно известны и очень известны, они недостаточно талантливые. Недостаточно талантливые, самые талантливые люди, они сидят ни с чем дома. Это я вам могу точно сказать. Самые талантливые. То есть те, кто на сцене у нас, есть талантливые артисты, но не настолько талантливые, которые сидят дома ни с чем. Есть у меня друзья, которые... Самые там талантливые, да? И вот сижу здесь у вас, на моем месте могло бы оказаться очень много моих коллег, которые талантливее меня. Хотя, конечно, самоуверенности у меня не отбавляет. Но как бы... Я иногда все-таки объективно смотрю на вещи. Ведь дело в том, что о каких талантах мы говорим, талант себя продвинуть или суметь выстроить свою карьеру, это тоже талант. То есть помимо умения... Нет, я сейчас имею в виду не в целом развлекать народ, как... То есть можно спорить по поводу любого таланта нашего самого выдающегося взрослого артиста. С точки зрения американского взгляда наши артисты вообще вызвали бы некоторые артисты, которые у нас считаются мегазвезды, вызвали бы смех у американцев. То есть, если объективно так посмотреть, они скажут, мы не знаем, кто это там и что здесь, нет никакого голоса, в чем вся фишка-то. Вот, у нас просто... Понимаете, я стал просто изучать нашу ментальность в шоу-бизнесе именно, сектор, и пришел к выводу неутешающему. То есть, вот думаешь, ну зачем вот, ладно там я, меня желтуха-то сейчас съела, можно так сказать. Но смотришь на реализованных артистов уже, думаешь, а вот они-то что? Нет, а что желтуха-то вас съела? Вы к этому просто... Это ваш собственный выбор. То есть, вы к этому шли... Но я позволил, можно так сказать. Я не буду лукавить, я позволил, и я этому не врезгую. Вы же сами говорили, что если артист захочет скрыть какие-то факты из своей биографии, он это сделает. Поэтому любые эти так называемые утечки, это все на самом деле бросают. Это все, да, это мы с вами все прекрасно понимаем. Я просто... Для меня очень печально. С точки зрения себя, я понимаю, я начинающий артист. Мне еще очень много надо сделать, чтобы меня реально узнали. И очень много еще надо сделать, чтобы меня зауважали как творческую единицу. Извини, Прохор, до какого возраста артист наносит титул начинающего? Какой стаж должен быть выступлений? До тех пор, пока он не реализуется. Потому что я читал биографию Стаса Михайлова, сейчас все ему поклоняются. А до этого человек сидел, как бы, и никто не знал его, и мало кто слушал его песни, и всему свое время. То есть, я вот смотрю и думаю, надо же, но слава богу, что у него время его пришло. Потому что пришло его время, он стал востребован, или все-таки потому что он нашел? Пришло его время, и он стал востребован, он к этому шел и дошел. Он только в этом делал? Вы считаете? То есть, не... Не важно, кто помог, не важно, кто поддержал. Это все воля Божья, я так считаю. Но, как бы, вот, молва гласит, что супруга руководителя обращила внимание на него. Кто вам мешает, чтобы на вас обратили внимание? Мне говорят, вот, Прохор, ну, конечно, мне. Я говорю, а кто вам мешал в 15 лет сесть в плацкартный вагон и приехать из какой-то глубинки? Да, вот сидят там, чипсы едят, пьют пиво и знают, как жить, всех ненавидят. Это легче всего. Это называется, я сдался. А вот поехать куда-то и начать борьбу за свою жизнь, идти к своей цели, попробуйте вы очаровать супругу, неважно кого, и чтобы она вам помогла. Поэтому я только могу сказать, что я, ну, не с точки зрения зависти там, да, а с точки зрения опыта, мне, как бы, я смотрю и удивляюсь этому. Нет, но ведь для того, чтобы сесть в поезд, уехать там в 15 лет, помимо воли к этому, там ведь еще надо иметь готовность, допустим, распрощаться с семьей, вы ведь фактически уехали из семьи, я так понимаю. Ну, у меня очень много комплексов по этому поводу возникло, потому что я действительно слишком рано уехал из семьи в 15 лет, и мне здесь пришлось очень много издевательств там пережить, да, то есть я стал снимать комнату сначала. Вот. Ну, какого рода издевательств? Ну, бытовых всяких там, да, там типа ночью иди за солью, иди покупай соль, я как сейчас это помню, ты мою соль ел, и вот сейчас, ну, то есть такие мелочи, которые вот именно в этом ранимом возрасте очень воспринимаются очень глубоко, потому что я не мог понять, откуда столько злости и жестокости. А кто, кто вас посылал за соль? Ну, вот это бабушка, у которой я снимал комнату в то время, да, то есть я пришел вечером, забыл купить соль, а обещал купить эту соль, потому что я ел ее соль. Как-то у вас вообще бабушками не складывается. У нас, а что для вас понятие бабушка, с каких лет вы считаете, женщина бабушка? А здесь ведь на самом деле не в возрасте. А в состоянии души. В том, как себя сам человек видит. Я просто знаю какую-то историю, какая-то вас бабушка-соседка обвинила в краже тыкви, и какое-то уголовное дело завели, хотя как бы странно, да, вот красивый мальчик, а с бабушкой не смог найти с соседкой какой-то вот, ну, контакт. Ну, просто в мире очень много обиженных людей, очень много слабых, которые пытаются перенести свою боль на агрессию другому человеку. Неважно, причем, ребенок это или там вообще невинный какой-то объект. И следователи вашей биографии считают, что вас очень травмировало убийство вашей бабушки, хотя это какая-то история, я не знаю, она действительно была. Ну, это действительно так, это было со мной там, когда мне было около 12-13 лет. Действительно, это там в Волгограде произошло. Ну, такие вещи происходят, к сожалению, везде. У нас у всех огромное количество комплексов, переживаний, боли, но это не говорит о том, что надо сложить руки, сидеть с печальным лицом. Ой, вы не похожи на человека, который сложили руки. Нет, жизнь продолжается, надо жить, бороться. Невозможно победить того, кто не сдается, знаете, такое есть. Поэтому надо всю жизнь бороться. Такое есть. Да, у нас есть такая традиция в программе, мы играем в правду. Значит, как это выглядит, я сейчас объясню. Здесь фишки четырех цветов и карточки четырех цветов. Вы вытаскиваете фишку и соответствующего цвета выбираете карточку. Зачитываете вопрос, отвечаете на него или не отвечаете. Хорошо. Такой вариант тоже. Опс. Так, это такой у нас происходит, живой пластический момент, как я это называю. Так, вот эти карточки, почему-то становятся все меньше и меньше от каждого эфира. То есть кто-то берет их на память. Так, вопросы не должны быть видны. Так. Вот здесь четыре фишки, выбираете любую. Это желтый. Значит, выбираете желтую карточку любую. Так, вот желтая. Пишечку мне. Да. Так. Зачитывай, да? Да, зачитывайте. Вы гоняли ли вас из клуба ресторана и за что? Ну, я могу сказать, что скорее меня не впускали иногда. А, за что? В поиск-контроль не проходили? В поиск-контроль, да. Такой деревенский. Не, на самом деле, я здесь сейчас слукавил очень. Я с самого приезда в Москву шлялся по всем ресторанам. И меня как-то все-таки... Да. Хорошо, поиск-контроль мы прошли. Еще два вопроса осталось. Так, опять желтый? Да что-то, да. Как это у нас там? Неважно. Вопрос все равно новый. Умирали ли ваши домашние животные по вашей вине? У вас не было домашних животных, я понимаю. Нет, у меня были собаки, в общем, но они сбежали. А, поэтому я не знаю. А сбежали? Собака просто так не сбежит. Да, но частный сектор был просто. Вот этот у нас кот хочет сбежать. Да, он сейчас сбежит здесь очень много. Стало ему скучно, да. Ага. Еще вопрос, да? Да, еще один вопрос. Давайте возвращайте фишечку туда. А давайте я... Или надо прям... Я просто хочу показать, что они реально четырех цветов. Здесь вам попадают все время желтые, чтобы не думать. Я думаю, что здесь какая-то подстава, и что мы как-то эти наперсточники. Так, ну вот, синенький. Да. Вы втайне считаете маленьких детей некрасивыми? Не, ну есть очень маленькие дети, очень уродливые. И сразу понятно, они от... В детях заложено уже отсутствие обаяния или присутствие обаяния. Вот как-то понятно, есть в человеке что-то светлое или нет. Вот, как бы мы все не лукавили, там, ой, там, ребенок, там, да, но все равно он либо располагает к себе, либо нет. Вы удивительно честно ответили на этот вопрос, потому что социально одобряемый, в общем, ответ на этот вопрос, что нет, все дети, они такие очаровашечки. То есть, ну, я ценю, что вы... Бастенович, кажется, что ответили откровенно. Вы знаете, сколько я этой искренностью себе испортил в жизни? Я могу догадаться, да. Если бы я играл и, как говорится, притворялся, я бы сейчас вообще в шоколаде бы жил. А вы не живете в шоколаде? Нет, я не живу в шоколаде, у меня очень сложная, тяжелая жизнь. Я желаю вам жить в шоколаде, я желаю, чтобы у вас были дети, чтобы они были обаятельными. А для себя делаю вывод, что с правдой лучше не играть. Спасибо. Вы меня удивили откровенностью. Вот, ну, с последним опросом это действительно было.